привет всем сегодня хочу сделать обзор семян лука на следующий сезон будем выращивать лук из семян уже третий год радует он своим урожаем принципе за лето вырастает очень хороший крупный лук будем снова сеять лук exhibition луковицу него до 800 граммов ну средняя такая 500 600 граммов очень неприхотливый растет наверное при любых условиях и в дождливое лето и в засушливое поэтому радует своим урожаем будем его сеять середина февраля и до начала марта нужно сделать посев тогда уборка у нас придет это на середину августа ну конечно все зависит от того какое будет лето такой лучок брали семена и от партнера хорошо всходит и вот эти семена от гавриш тоже принципе тоже радует своей всхожестью и урожаем таких вот две упаковки по 0 2 грамма снова будем выращивать лук ялтинский красный его выращивали в позапрошлом году тоже урожай был хороший ли это было как раз для вот этого лука то есть не слишком дождливая в прошлом году семена к сожалению не приобрели но лето было опять таки подходящие именно под этот лук тоже засушливая такое принципе урожай бы был и в этом году но семян не было в наличии в этом году снова его приобрели луковица массой 140 160 граммов такая вот она очень красивая практически полностью отсутствует острота горечь прекрасно под селедочку в общем салат лук просто отличный exhibition хранится где-то 3-4 месяца после уборки но в принципе ялтинский красный тоже до нового года в принципе он должен долежать такие крупные красивые такие плоские луковицы вырастают но опять таки повторюсь что нужно для него такой вот лето не очень дождливая сырое лето наверное он не уродится но посмотрим сходит семена хорошо поэтому попробуем в этом году снова его посеять лук-порей карантанский приобрели немножко лука надо будет все равно посеять тоже ну хотя бы там 10-15 луковиц вырастает у нас где-то 10-25 сантиметров вот это вот нога которая очень ценная так сказать и зелень тоже в принципе можно куда-то его добавлять зимует он довольно таки неплохо несколько рядков у нас осталось в зиму накрытые но весной можно тоже его употреблять в пищу соответственно там вкусную такой вот лук-порей и еще вот приобрели вот такой вот лук называется богатырская сила тоже он чем-то напоминает эксибишен где-то примерно 500 граммов у него вырастает луковица тоже довольно таки крупная но вот как писали в интернете то что он лучше хранится чем эксибишен дольше наверно до 5-6 месяцев после уборки то есть подольше он лежит лёжкость у него получше поэтому такое тоже довольно крупный лучок который выращиваем рассадой тоже где-то до начала марта все-таки его стоит посеять если сеять прямым посевом грунт что эксибишен что вот этот вот лук богатырская сила он вырастает где-то 160 200 граммов но тоже принципе в тех оплых регионах можно сеять и прямым посевом в грунт если вы не хотите прям такую очень крупную луковицу поэтому такие вот луки остался еще лук с прошлого сезона один красный барон вроде бы но его посеем просто в теплицу в апреле в общем что с него будет то будет он какой-то мелкий такой растет поэтому может на так на весну пойдет на зелень на небольшие такие луковички в салат но так в принципе эксибишен просто вообще отлично подходит и для салатов и для шашлыка ну и в целом до нового года он способен тоже долежать поэтому хороший лучок ялтинский красный в прошлом году не сеяли очень даже без него было как-то не так все-таки он тоже очень вкусный салатах и селедкой в какие-то другие блюда можно добавить поэтому замечательные такие вот луки которые можно вырастить из семян за один сезон вот этот лук порей его можно оставить и в зиму принципе у нас морозы минус 50 бывают под снегом под небольшим укрытием укрывным материалом он способен перезимовать поэтому такой вот обзор сеять будем наверное середины февраля вот где-то так тоже слишком торопиться не стоит ну и опаздывать тоже не нужно чтобы луками на успел за весенний вот этот вот отрезок времени именно нарастить такую небольшую тоже все на головку а затем уже в мае месяце в конце будем высаживать его в открытый грунт хорошо он приживается и в принципе и растет никаким болезни практически тоже не подвергается вот исключение это только вот может загнить если слишком такое холодное и дождливое лето а так всегда радует своим урожаем поэтому такой получился обзор всем тем кому видео было полезным подписывайтесь на наш канал делитесь этим видео с друзьями заходите почаще в гости всем пока пока и всего самого-самого доброго до сих пор